В Екатеринбурге на площади перед нижним пределом храма памятника на Крови состоялось главное событие царских дней – ночная божественная литургия в память царственных страстотерпцев. Богослужение совершил сон архиереев во главе с митрополитом ташкентским и узбекистанским викентием в сослужении многочисленного духовенства Екатеринбургской и других митрополий. Прямую трансляцию торжества провел телеканал «Союз». Перед началом божественной литургии к участникам богослужения обратился митрополит Викентий, возглавлявший Екатеринбургскую епархию в течение 12 лет – до июля 2011 года. Мы все собрались на этом месте святом, освященный подвигами, трудами, кровью святых царственных страстотерпцев и молимся им, чтобы они нам даровали и терпение, и смирение, и кротость, и воздержание. И поскольку этот год в России – это год семьи, будем взирать на эту святую царственную семью и будем молить ее, чтобы она дала нам ту крепость, то единство, ту любовь, которую они имели в своей семье, и чтобы это распространялось во все семьях российской нашей державы. Всех участников богослужения поприветствовал и митрополит Вилипопольский Нифон, отметив ту радость от совместной молитвы, которая совершается в Дни памяти царской семьи. Также Владыка поздравил главу Екатеринбургской митрополии с Днем Тезаименитства. Восемь лет назад митрополит Евгений был пострижен с именем страстотерпца Евгения Боткина. Дорогой Владыка, я хочу вас от имени нас всех поздравить с Днем Ангела. Пожелать вам доброго здоровья, дальнейших успехов в изобилии и благодати. Да дарю вам Господь доброго здоровья, долгих лет жизни в основу Святой Русской Церкви. А вице-губернатор Олег Чемизов передал митрополиту Евгению Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы, который теперь останется в Екатеринбурге. По просьбе меценатов нашего города, жителей Свердловской области, позвольте вручить вам святыню фрагмент пояса Пресвятой Богородицы, чтобы Свердловская область находилась под покровом этой реликвии и хранила нас. Затем началась Божественная Литургия. Это ночь свята для многих уральцев и жителей других регионов нашей страны, которые съезжаются к храму-памятнику на крови, чтобы почтить память Святой Царской Семьи. 106 лет прошло с того момента, когда было совершено жестокое убийство российского императора, его жены, детей и верных слуг. И ничто не смогло стереть это из памяти народа, который стал обращаться с молитвой к святым страстотерпцам о нашей стране, о любви и мире. То, что эта молитва не прекращается по сей день, свидетельствует то, сколько паломников собирает ночная служба в ночь с 16 на 17 июля. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергии Велавры, Священного Архимандрита. Причастие Святых Христовых Тайн в эту святую ночь совершалось из ста чаш. По завершению Божественной Литургии митрополит Евгений призвал Божие благословения на всех богомольцев, желающих пройти крестный ход к монастырю царственных страстотерпцев. Будем идти с молитвой, с вниманием, с вниманием к Богу и друг к другу, чтобы не задевать, не раздражать, быть внимательным к окружающим, чтобы наше шествие было таким предстоянием в движении. Около трех часов ночи начался многотысячный царский крестный ход, возглавляемый преосвященными архипастерями.